Реклама Я паркуюсь, как хочу Посмотрите, кругом цепь повесили Каждый свое место определил А земля-то сейчас собственников Вот А никто ничего не согласовывает Ни с кем, ни с властями, ни с жильцами Деревья опутаны цепями Тротуар разбит до состояния пашни Газоны укатаны, как асфальт Повышению быть У нас за 13-16 год На повышение зарплаты Было направлено 3,5 миллиарда рублей При этом по многим категориям Заработная плата возросла С 1,3 раза в 2 раза Чего же ждать ульяновским бюджетникам В 2017-м В судьбе России моя судьба В педагогических вузах не хватает Практики, потому что Очень много теорий, в то же время не хватает практики В школе, и это большая проблема Репортер 73 в преддверии Дня России Продолжает рассказывать о народных героях Главная новость дня Ульяновск с официальным визитом Посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев На обсуждение вопросов Поддержки отечественной авиационной промышленности Высокие гости опоздали Как пояснили в администрации Главы Кабмина Самолет правительственной делегации Задержали из-за технической поломки После корректировки графика Визит пошел по плану Медведеву показали Производственные площадки заводов Авиастар-СП и Аэрокомпозит Затем состоялся рабочий разговор С руководством различных федеральных ведомств Первые подробности визита Дмитрия Медведева Расскажет мой коллега Артем Петров Первым пунктом программы визита Дмитрия Медведева В Уреновск Стало посещение цеха Окончательной сборки самолетов На базе завода Авиастар-СП Премьер-министр Рассмотрел производственные площадки судов Ил-76МД-90А И топливозаправщика Ил-78Н-90А Следом делегация проследовала На предприятии Аэрокомпозит Уреновск Которое задействовано в проекте Создание ближней среднемагистального самолета МС-21 Сергей Морозов презентовал федеральным гостям Инновационный проект Создание технологической долины Базисом которой станет технокампус Территория, которая объединит в себе школу Университет, а также техника Внедренческие зоны Зоны трансфера технологии И опытно-конструкторских решений Дальше по плану совещания Главной темой которого стали вопросы Введения дополнительных мер Господдержки разработчиков Производителей и эксплуатантов Отечественных воздушных судов А также вопросы стимулирования Спроса на российскую авиационную технику Также Дмитрий Медведев провел Овечную встречу с губернатором Уреновской области Подробности и выводы после визита Мы еще обсудим А пока напомним Премьер посещал наш регион В 2014 году Тогда Дмитрий Медведев В сопровождении полпредопрезидентов ПФО Михаила Бабича Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова И гендиректора госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса Отметили ульяновский наноцентр И автомобильный кластер На ульяновском автозаводе Премьер объявил о запуске В ульяновске производства Полного цикла грузовиков и СУЗУ Кроме того Главе правительства Были презентованы ПАЭС и промзона за Волжье Что изменилось за три года И к чему сегодня пришел регион Сейчас промзону за Волжье Нельзя сравнивать с тем Что было три года назад Практически ежемесячно Новые инвестсоглашения И новые проекты Приходят в ульяновскую область Промзона сегодня Это десятки современных Отечественных и иностранных предприятий Тысячи новых рабочих мест Миллионы отчислений в региональную казну Одним словом То, что можно считать Локомотивом экономики И чем можно гордиться Резиденты здесь занимают 244 гектара Из общей площади в 706 гектаров Одно из последних запущенных предприятий Шинный гигант Бриджстоун 12,5 миллиардов рублей Иностранный концерн Инвестировал в строительство завода История Бриджстоуна В 73 регионе Началась 12 апреля 2013 года Когда такие компании приходят работать в Россию Приходят работать в наши регионы Этот факт говорит сам за себя Это значит, что у нас есть Совместные экономические интересы В Сейпонии У нас есть Необходимый инвестиционный климат Который привлекает наших партнеров У нас в России И в Ульяновской области В частности созданы для этого все условия Для того, чтобы Иностранный бизнес приходил Локализовывался здесь Создавал самые современные предприятия Кроме заводов и новых инвесторов Удивить премьера регион может и еще одним проектом Недаром Ульяновск называют городом на семи ветрах И наконец-то этот самый ветер Сможет приносить пользу В регионе в консорциуме с Роснано А также с участием партнеров из стран Азии и Европы Ведется строительство современного ветропарка Инвестором выступает международная компания Фортум Открытие первой очереди проекта Планируется уже во второй половине 2017 года Ульяновская область обладает хорошим ветропотенциалом И в тот момент, когда наша компания Проявила интерес для строительства Первого в России ветропарка Ульяновская область была первой Которая провела к тому моменту уже Ветромониторинг И смогла представить данные Которые необходимы для того, чтобы создать Эту ветряную станцию В этом году только на промзоне за Волжи Начинается строительство еще порядка 12 заводов 14 предприятий откроются В итоге валовый региональный продукт Увеличится практически вдвое И если 10 лет назад этот показатель Составлял около 60 миллиардов То уже в 15-м цифра увеличилась до 310 К 2020 году план в 350 миллиардов Не выглядит таким уж нереальным Обыденная повестка Менее благозвучна Деревья опутаны цепями Тротуар разбит до состояния пашни Газоны укатаны как асфальт В Ульяновске идет шестой месяц года экологии Не во все уголки города, видимо, удается заглянуть экологам и муниципалитету Заглянуть за деревья, проезжая по московскому шоссе В районе улицы Терешковой, нетрудно Именно там жители окрестных домов И работники механического завода Устроили парковку Везде под колеса попали газоны и тротуары Живые деревья под столбы для парковочной зоны Которой тут, на московском шоссе, служит абсолютно все Более-менее ровное и горизонтальное Дворы, тротуары, газоны, дорожки и дороги Машины, которые стоят здесь днем, принадлежат работникам механического завода Заканчивается смена, они разъезжаются Им на смену въезжают экономически активные жители домов Защита от возможных угонов Крючьи и цепи, которые вбиты и которыми обвязаны все еще растущие тут деревья Вуаля, и гараж под открытым небом прямо под окнами готов Симбирские кулибины и автовладельцы природу не щадят Вы посмотрите, кругом цепь повесили Каждый свое место определил А земля-то ведь вся собственник А никто ничего не согласовывает ни с кем Ни с властями, ни с жильцами Бывшие газоны частично засыпаны щебенкой Местами просто распаханы колесами Во дворах сплошное грязевое месиво К лавочкам просто не пройти в лабиринтах из цепей машин Это видимое Невидимо общая загазованность этого места Жители задыхаются Вечером, когда скопом прогревается сразу несколько машин Место напоминает ад, говорят местные жители Летом они мало прогоняют свои двигатели А зимой они гоняют по полчаса, стоят, курят Деревья отгораживают дома от оживленного московского шоссе с одной стороны И помогают спрятать возле домов сотни машин с другой На широком тротуаре нельзя разойтись двум людям Стоят машины заводчан Паркуются даже на газоне, пробив карманы в кустарники А мусора сколько? Берут, вычищают свои машины и кучку сложат Что за безобрать? Ну убери, вон мусорную вывези Я сама водитель У меня у самой машина Но я сюда ее не ставлю Я, чтобы ребенка-инвалида довезти из подъезда до машин Я сюда вот тащу Но я не могу подъехать Потому что здесь заставлен Мы если летом уезжаем в сад То мы что делаем? Ждем до 7 часов Когда вот эти машины уберут И только после этого подъезжаем Но не только парковка мешает жить людям Пробки на московском шоссе Автолюбители объезжают этими же дворами Поэтому авто и стоят на тротуарах Чтобы не мешать проезду собратьев по рулю Сотрудники ГИБДД, по словам жильцов, разводят руками Проезд разрешен Однако те, у кого есть водительские удостоверения, выданные еще в СССР Уверены, что проезд здесь разрешен только спецмашинам МЧС, МВД и скорой помощи Гуляющие с детьми люди не могут спокойно ходить Приходится постоянно лезть в грязь, чтобы уступить дорогу машинам Вот тротуар А там картошку сажать можно Грязь Не убрано ничего Машины, посмотрите дальше Вот там терешковые делали Кью В полет космос Планета терешковых Посмотрите, что там Там машины стоят Кусты все выдолблены Мы же разрушаем всю природу Жители считают, что проблему должны решать муниципальные власти Совместно с механическим заводом Ведь здесь стоят машины рабочих Парковка завода забита, как говорится, под завязку Ну хоть к механическому заводу, к директору обратитесь Вон у него сколько Пусть бы не цирк строил бы, а построил бы для своих машин этот Тротуар, грязь одна Это же надо механическому заводу, наверное, заинтересованному быть Потому что его люди, его они работают Хорошо работают Ставьте свою стоянку Проблема не сконцентрирована в этом конкретном месте Вопросы есть по проезду Караганова, по Западному бульвару и прочим улицам Засвияжья Прилегающим к Московскому шоссе На следующей неделе мы вновь проедем по нему Надеемся, что к тому времени свои комментарии подготовят и дадут официальные лица Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73 С 1 июля повышаются зарплаты бюджетников в сферах образования, здравоохранения и культуры Исполнение майских указов президента – приоритетная задача региона При этом на прошедшем в Кремле совещании с членами правительства Президент предложил провести индексацию заработной платы С учетом инфляции реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов Тех, кто остался за бортом майских указов Владимир Путин отметил необходимость учесть этот вопрос в ходе подготовки бюджета на 2018 год Чего же ждать ульяновским бюджетникам в 2017-м? Расскажем далее Достойный уровень жизни сегодня целиком и полностью зависит от соответствующей оплаты труда Одной из самых уязвимых категорий граждан по-прежнему остаются работники бюджетной сферы Еще в 2012-м в своих майских указах президент поручил повысить заработную плату бюджетникам Учителям, медикам, социальным работникам У нас за 2013-2016 год на повышение заработной платы было направлено 3,1 миллиарда рублей При этом по многим категориям заработная плата возросла с 1,3 раза в 2 раза Например, по дополнительному образованию в 2 раза По дошкольному образованию в 2 раза возросла заработная плата По социальным работникам в 1,8 раза И сегодня мы ставим задачу, чтобы по 2017 году мы также достигли всех целевых индикаторов Которые указаны в указе президента Основное повышение запланировано на 1 июля При этом две категории Это младший медицинский персонал и работники культуры Получат перерасчет заработной платы, начиная с 1 апреля 2017 года На эти цели бюджет региона выделяет 685,7 миллиона рублей Дождутся повышения оплаты труда работники бюджетной сферы Как областных, так и муниципальных учреждений Наша задача, чтобы уже в этом году, с 1 июля этого года Абсолютное большинство работников бюджетной сферы Ульяновской области Почувствовало реальное увеличение заработной платы И чтобы средства в областном бюджете Не секвестируя расходы, были изысканы За счет дополнительных доходов, за счет дополнительных источников За счет внутренних резервов, в обязательном порядке Губернатор обсудил с руководителями ведомств и размеры повышения Так, по итогам проведенной встречи Принято решение повысить заработную плату соцработников с 1 июля на 38% А педагогов, оказывающих социальные услуги сиротам и детям Оставшимся без попечения родителей на 23% Екатерина Мазуряк, репортер 73 Жители улицы Рябикова не спорили, когда рядом стали строить женскую поликлинику Многие даже радовались шаговой доступности будущего медицинского учреждения Вопросы у жителей появились, когда под тяжестью ежедневно проезжающих строительных машин Начал проседать асфальт Во дворе Рябикова 90, по адресу Рябикова 96, происходит строительство поликлиники Филиала от 4 поликлиники будет в дальнейшем поликлиника для женщин Территория поликлиники будет благоустраиваться И ремонт там чистый и красивый и так далее Но подъезд к поликлинике предполагается единственно через наш двор В принципе, жители не против Они понимают, что больница не церковь Поэтому к ней иногда просто необходимо именно проехать, а не пройти У них даже есть предложение по поводу расположения парковки Однако выслушать их некому Что и как происходит на муниципальной земле решают власти А именно они и не проводили никаких собраний и обсуждений по поводу этой очень нужной стройки К сожалению, при планировании и при составлении проекта самой поликлиники Почему-то не подумали о благоустройстве прилегающей территории И о дополнительных заездных дорогах Жители справедливо полагают, что внутридворовая дорога не выдержит такого трафика машин Да и сейчас она выглядит как прифронтовая От благоустроенного ранее двора также остаются одни воспоминания Автомобили уже, никого не стесняясь, ездят по клумбам Поэтому в настоящий момент хотелось бы обратиться к властям города в первую очередь И чтобы снять напряжение жителей всех близлежащих домов и нашего дома в частности Обеспокоенных этой проблемой В том, чтобы вышли каким-то образом уже на связь с нами И помогли, и рассказали, каким образом они вообще планируют Как, по их мнению, будет проходить весь этот трафик ежедневный Начиная там с открытия поликлиники Жители обратились к строителям Те не хотели вступать в диалог, пока о строительной проблеме не узнал губернатор Сергей Морозов В итоге проект местным жителям показали Вопросы остались Прислушаются ли власти? Гинекологический центр – вещь нужная Так считают и жители, так считают и власти Однако у жителей есть проблема Если центр заработает, то 500 человек он будет принимать ежедневно Сколько здесь будет машин? Где они будут парковаться? Как они проедут к центру? Это большой вопрос, на который должны ответить городские власти Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73 Депутат Госдумы Олег Шейн разработал поправки в статье Уголовного кодекса России Жестокое обращение с животными, предусматривающее увеличение срока лишения свободы с 2 до 6 лет В случае принятия этих поправок, 6-летний срок заключения будет предусмотрен За обнародование издевательств над животными в сети интернет Совершение преступления в составе группы или в присутствии малолетних детей По словам Олега Шейна, представители силовых ведомств поддержали данную инициативу 8 июня поправки будут обсуждаться на заседании Совета по правам человека при президенте После чего будут внесены в Госдуму И далее, коротко о других событиях из жизни страны и нашего региона Роспотребнадзор назвал самый пьющий регион Больше всего спиртных напитков употребляют в Магаданской области и в Москве В республике Коми и Сахалинской области А меньше всего крепкого алкоголя продают в республиках Инокушетия и Чечня В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии и Алании Из документа, который цитирует известие, следует, что за последние пять лет Продажи крепкого алкоголя в России снизились на 40% В Роспотребнадзоре считают, что это падение связано с несколькими факторами Запредительными мерами и проводимой государственной акцизной политикой Наиболее существенное влияние оказали нормы закона об ограничении времени и мест продажи алкоголя В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Совместно с представителями УФСБ задержали уроженку города МИАС Челябинской области Она подозревается в распространении наркотических средств соль на территорию Ульянска так называемым бесконтактным способом Крупные партии запрещенного вещества она делила на более мелкие Делала закладки в разных частях нашего областного центра и информировала об этом конечных потребителей Всего правоохранительными органами изъято более 200 граммов наркотика на общую сумму более 800 тысяч рублей Кроме того, полицейские выяснили, что задержанная находится в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков Представителями следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, а подозреваемый судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу В день Святой Троицы 4 июня после праздничного богослужения в Спасово-Вознесенском кафедральном соборе Руководство, сотрудники и ветераны регионального УФСИН передали главному храму Симбирской митрополии Ростовую икону святого мученика Ипполита Римского, который покровительствует всем, кто несет службу в уголовно-исполнительной системе Этот воин смог совместить специфическую службу государства и близость к Богу Поэтому мы с личным составом УФСИН России по Ульяновской области решили написать ростовую икону нашего небесного покровителя Жизненный опыт святого Ипполита будет служить примером всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы Митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий поблагодарил представителей уголовно-исполнительной системы за их труды И отметил, что Бог помогает всем в решении всех жизненных проблем Чтобы быть героем, не обязательно бросаться под пули, лезть в огонь или в воду, спасая чью-то жизнь Герои отмечают не медали и ордена, хотя и они, безусловно, не даются даром Герой – человек из народа, настоящий гражданин своей страны, безупречно выполняющий свое дело Живущий им, радеющий за личный успех в контексте успеха малой и большой родины Тот, кто твердо может сказать – в судьбе России моя судьба Молодой, перспективный, креативный, простой учитель в обычной сельской средней школе Как их тысячи по России, пока одни студенты, заканчивая педагогический университет Мечтают уехать из своего родного города, даже не помышляя о карьере педагога Решат Калимулин твердо знал, кем, где, а главное, как он будет строить свое будущее Только недалекий человек скажет, что на село возвращаются исключительно аутсайдеры Умный поймет – глубинке нужен свой лидер, своя харизматичная фигура И вдвойне отлично, когда такой фигурой становится педагог – школьный учитель В педагогических вузах не хватает практики, потому что очень много теорий В то же время не хватает практики в школе И это большая проблема, когда выпускники приходят в школу Им очень трудно адаптироваться на первых порах к реальным школьной жизни Вот мы считаем, что этот конкурс вам поможет в определенной степени Этот вход в профессию сделать более эффективным Это проект, который Решат Калимулин озвучил на встрече президента с финалистами конкурса Учитель года 2017 Владимир Путин оценил задумку новомалоклинского педагога и его коллег Одобрил и поручил министру образования проработать тему Настоящие народные герои от школьной доски Формат дружеской беседы с национальным лидером позволил педагогам со всех уголков необъятной России Поднять ряд чрезвычайно важных вопросов Деятельные ответы на которые, по их мнению, дадут возможность совершить качественный рывок в области школьного образования Не о себе просили, не о родной школе Выступали за всю страну Ваше дело, которому вы себя посвятили, безусловно, является уникальным Потому что передача знаний, воспитание молодых людей, детей Это чрезвычайно сложная и ответственная задача Очень тонкая работа, требующая большой отдачи знаний, навыков, умений Ну и, конечно, должны быть внутренние побудители и мотивы к достижению максимального результата Провожали как родного, а встречали как настоящего героя Мнение Решата Калимулина в новой Малакле теперь имеет особый вес Но учитель не зазнается, нет такого права у педагога Есть право быть проводником для подрастающих поколений И не только в мире исторической науки Есть право помогать их родителям, подсказывать, наставлять, советовать Есть обязанность стараться дать максимум знаний каждому своему ученику И есть понимание, выбранный путь – верный путь Ведь он направлен на благо, процветание и интеллектуальный расцвет нашей Родины Решат Калимулин имеет полное право говорить В судьбе России – моя судьба 6 июня весь мир отметил 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Ульяновск к празднованию подошел основательно За день до торжественной даты в центре города открыт памятник Саше Пушкину Проправнуку всемирно известного писателя Его установка стала центральным событием фестиваля «Пушкин в городе У» О личности праправнука Пушкина и о том, какое место он занимал в истории Ульяновской области Расскажем далее История связи с симбирском ульяновском потомков Александра Сергеевича Пушкина Начинается в 1941 году, когда пятилетнего праправнука известного писателя Александра Григорьевича Пушкина эвакуируют в город на Волге Вместе с сестрой Юлей и бабушкой Но происходит несчастье и через год 7 сентября 1942 года мальчик умирает от воспаления легких Его хоронят на Воскресенском кладбище Над могилой ставят незатейливый крест с фотографией Через 75 лет, 5 июня, в Ульяновске решают установить памятник маленькому Саше Вы знаете, Саша Пушкин это какой-то знак нам свыше Почему? Потому что предки Пушкина здесь были воеводами Сам Александр Сергеевич, великий поэт, 9 дней провел в наших краях Путешествия в Оренбург и обратно Его дети были помещиками Александра и Григория Ульяновскому краеведу довелось еще в 80-х годах услышать выступление отца маленького Саши Который рассказал, что для него Ульяновск это несчастливый город, поскольку здесь похоронен его сын С того самого момента краевед Сергей Петров и задумался об увековечении памяти проправнука Пушкина Было решено, что не может это захоронение быть в таком виде, в каком оно было Вы можете увидеть старые фотографии, когда табличка с именем Саши Пушкина Была привязана к чужому металлическому простому крестику, который был прислонен к чужой оградке С 1 февраля по 30 апреля на специализированном сайте по сбору средств при помощи народных добровольных пожертвований Удалось собрать к этому моменту более 60 тысяч рублей и наконец приступить к созданию памятника Саши Пушкину Да, к сожалению, интересная и печальная связь семьи Пушкина с Симбирско-Ульяновской землей не собрала больших денег И начальный вид памятника был изменен Тем не менее, сегодня он установлен, а значит память все же удалось сохранить Единственный вопрос, не забудут ли новые поколения это имя в Ульяновске? Евгений Луковкин, Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73 Читайте в первом июньском номере аргументов и фактов в Ульяновске 7 июня Главная тема номера – что осталось в России от фабрика заводов Региональный выпуск открывается материалом о том, правильно ли оккупировали нашу территорию лоточники и киоски по продаже шаурмы Красиво ли и законно ли размещаются многочисленные ларьки в новом городе из-за свияжья Гостем номера на этот раз стал директор 33 гимназии Николай Прокофьев, который директорствует там 30 лет Из стен школы вышла умница-школьница, поступившая в МГИМО, министр образования и ныне зампред губернатора Екатерина Уба А еще в его школу постоянно аншлаг из первоклассников Также читайте очень любопытное интервью с маэстро-универсалом, пианистом Юрием Мартыновым Который откровенно рассуждает, почему студентам легче скачивать концерты с интернета, чем просто посетить живой концерт Традиционно на страницах аргументов и фактов ищите программу передач телеканала Репортер 73 Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне цветы и штучки Карла Маркса 17, где живет красота Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены Все это бассейн Буревестник 6 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем Улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему Телефон для справок 440285 Буревестник. Быть первым, быть лучшим Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день Или запоминающийся для торжественных событий Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек Тематические дни для любимых клиентов В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки А также моделирование и окрашивание бровей, маникюр Левушкино студио меняет образ и дарит радость Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49 Я люблю свой город, я люблю Россию Эти слова участников конкурса «Я люблю» звучали ежедневно в эфире телеканала «Репортер 73» А сейчас пришло время подводить итоги зрительского голосования 12 июня в День России в 12.00 на площади Ленина мы объявим имя абсолютного победителя Но это еще не все, мы приготовили подарки первой тройки лидеров И специальные призы самым артистичным участникам Приходите поздравить конкурсантов и присоединяйтесь к большому городскому празднику И в завершении важная информация от «Репортера 73» Запомните телефон рекламного отдела 3041-73 Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки Звоните 3041-73 и вы в эфире И это все на сегодня Делайте новости вместе с нами Звоните 304073 Читайте и смотрите www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня Редактор субтитров А.Семкин